Василий Александрович, уважаемые друзья, позвольте приветствовать вас в Минске, столице Беларуси. Нас, как я сказал, разделяют тысячи километров, но наши судьбы тесно переплетены совместной историей, самоотверженным трудом, особенно по восстановлению разрушенного войной народного хозяйства, реализацией грандиозных промышленных, транспортных и энергетических проектов. В частности, в вашей области находится столица Байкало-Амурской магистрали, полувековой юбилей, которого мы отметили 8 июля. Это один из самых масштабных проектов в истории человечества, и 60 тысяч белорусов участвовали в строительстве Байкало-Амурской магистрали. Сегодня у вас также реализуются масштабные инфраструктурные проекты, космодром «Восточный», газохимические гиганты, Амурский газохимический комплекс, Амурский газоперерабатывающий завод, комплекс сжижения природного газа и многие другие. Значит, труд, возможно, и белорусских строителей где-то будет востребован. Активно развивается Благовещенск. Как мне рассказывали, только стройплощадка Дальневосточного квартала предусматривает возведение в городе около 334 тысяч квадратных метров жилья. Планы региона по увеличению добычи полезных ископаемых позволяют рассчитывать на продолжение поставок наших большегрузных карьерных самосвалов в БелАЗ. Ваша область – экспортер электроэнергии. Интенсивное развитие электротранспорта в соседнем Китае вскоре перекинется через Амур и потребует более динамичного развития специальной электрозарядной инфраструктуры, составляющей элементы, которые у нас производятся и более пяти лет успешно эксплуатируются. Если у вас будет к этому интерес, мы с удовольствием вам все это покажем. В агропромышленном комплексе белорусские ученые-аграры заинтересованы участвовать в проектах по модернизации материально-технической и технологической базы растениеводства, животноводства, селекции сельскохозяйственных культур, а также перерабатывающей промышленности. Компетенции в Беларуси серьезные в этом плане. Природный потенциал области позволяет значительно диверсифицировать номенклатуру выращиваемой сельхозпродукции, и в этом мы готовы вас поддержать. Кроме того, в помощь будут и машины сельскохозяйственного назначения, включая тракторную технику, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, навесное оборудование, к ним оборудование для животноводческих и малыштоварных комплексов. Мы способны также увеличить экспорт в Амурскую область всей востребованной продовольственной продукции, в том числе соков и детского питания, а также иных необходимых для вас товаров. При этом возможно создание в области белорусского торгового дома для налаживания организации прямых поставок наших продуктов питания в регион для нужных учреждений в социальной сфере, а также розничные торговли. Это далеко не полный перечень направлений, по которым у нас уже создан определенный задел. Но мы открыты для дальнейшего сотрудничества по самому широкому спектру товаров и услуг. Я думаю, встречи на белорусской земле с ответственными лицами, членами правительства. Ваши пожелания будут непременно восприняты как сигнал действия, и мы готовы географически только этому далекому краю оказать всяческую помощь, поддержку, на что мы только способны. Но только географически, далекому, но абсолютно не чужому для нас и красивому, очень красивому краю. Я вас благодарю за то, что вы нашли время посетить Беларусь. Очень надеюсь, что это будет очень полезной поездкой. Добрый день, Александр Григорьевич, уважаемые коллеги. Для нас большая честь работать в Беларуси в эти дни. Мы с удовольствием вспоминаем 22-й год, когда вы с президентом России Владимиром Ильичем Путиным посещали космодром Восточный и воспользовался вашим приглашением, которое вы сделали для посещения Беларуси. У нас большой состав делегации, несколько заместителей председателя правительства региона, министры региональные, представители бизнеса, представители высших учебных заведений. Мы приехали для того, чтобы максимально полноценно здесь поработать. У нас, как вы правильно сказали, действует с начала 2000-х годов соглашение взаимодействия между регионом и республикой. У нас растет торговый оборот, но вместе с тем считаем, что есть еще куда расти. Поэтому у нас есть несколько предложений, которые мы хотели обсудить, познакомились уже с вашей командой, очень эффективно поработали и продолжим еще сегодня обсуждать текущие вопросы. На что, на мой взгляд, следует обратить внимание, где у нас есть перспективы. Три темы я хотел бы акцентировать. Первая из которых, как вы уже сказали, у нас очень востребована в регионе техника белорусского производства. Это не только сельскохозяйственная техника, но и промышленная техника. В регионе развито сельское хозяйство и добычная отрасль. У нас, например, в сельском хозяйстве 40% тракторов – это трактора белорусского производства, и 25% комбайнов – это тоже техника белорусского производства. Мы считаем целесообразным предложить белорусским нашим друзьям создать мультибрендовый центр такой техники на территории Амурской области. Он мог бы охватить, например, и соседние регионы. У нас 1,2 млн гектар посевных площадей – серьезные задачи по увеличению производства. И здесь мы тоже готовы поработать с белорусскими предприятиями в части глубокой переработки сельхозпродукции в добывающей промышленности. Затем деревообработка у нас, пожалуйста, мы открыты тоже для совместных предприятий. Готовы все необходимые меры поддержки со стороны региона предоставить. У нас также, вы знаете, действует в рамках российского законодательства территория опережающего развития, где предусмотрены льготы для инвесторов. И на финальной стадии в правительстве России находится документ о создании, изменении законодательства о создании международных территорий опережающего развития. Здесь я хотел бы ко второй теме перейти в важнейший. Это взаимодействие наше с Китайской Народной Республикой. У нас 1200 километров общей государственной границы, самая протяженная госграница. Но и кроме вот этих расстояний, у нас еще колоссальный опыт работы накоплен с Китаем. У нас 200 мероприятий в социокультурной сфере ежегодно проводятся с Китайской Народной Республикой. У нас несколько транспортно-логистических маршрутов выстроено. В частности, мы продвигаем проект так называемый Амурский коридор, который состоит из уже построенного и функционирующего в районе Благовещенск-Хээхэ автомобильного моста через реку Амур с развитием предмостовой зоны. Она также имеет статус территория опережающего развития, рассчитан, что станет международным тором. То есть там будут режимы синхронизированы с китайской стороной, поэтому приглашаем тоже белорусских партнеров, белорусских инвесторов присутствовать в этом Амурском коридоре.